Это про город и мы продолжаем тюремный роман, тема нашего сегодняшнего эфира. Этот день 24-летний Екатерина Шаповал называет самым долгожданным. За любимым, хоть за решетку. По традиции первым прошу ответить вас, Екатерина Геннадьевна. Вы Евгений Борисович? Да. Вместо тюремной робы свадебный костюм. Евгения уже 4 года отбывает наказание за убийство. С будущей женой познакомились еще до колонии, но чувства проявились только несколько месяцев назад. Бурная переписка и общение через стекло. Предложение руки и сердца Екатерина приняла, не задумываясь. Очень сильно люблю и я хочу, чтобы он всю жизнь был рядом со мной. Очень много преград было на пути, чтобы дождаться этого дня, чтобы сегодня было все вот так, как есть сегодня. Но все эти преграды позади, потому что мы любим друг друга и хотим быть вместе. Марш Мендельсона и обмен кольцами. Они вместе только на трое суток, а потом еще долгие полтора года ожидания. Дело в том, что это очень яркие отношения. Всегда это отношения сопряженные с переживанием, с яркими вспышками любви. То, чего может быть женщина не видит здесь, на воле от мужчины, этого внимания, этого понимания, этой любви. Да, очень часто. Поэтому девушки сходятся с ребятами оттуда. Но такое счастье выпадает не всем заключенным. Как говорят сотрудники колонии, его нужно заслужить. С начала года в колонии номер 7 сыграли уже 17 свадеб. В первой части нашей программы мы рассказали счастливую историю брака с заключенным. Но есть и другая сторона медали. В этой студии у нас сейчас появится Мария и психолог-эксперт Виктория Бертман. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте. Вика, мы пригласили вас сюда совершенно не случайно, потому что вы создали общество помощи заключенным, которое так и будет называться даже Виктория. Будет носить ваше имя Виктория Победа. Мария, а вот вы пришли вместе с Викторией. И для того, чтобы сказать, что не поддерживаете отношения с заключенным. Да, я этого против. Вот поэтому я хотела бы начать с вас и узнать, почему. Ну, потому что это уже как бы вокруг нас. Мы это видим, все. Ну, там. У вас был опыт у вас или у вашей подруги? О чем вы пришли рассказать нам? То, что у подруги у меня вот так вот произошло. Ну, то, что вот она начала там переписываться, общаться с ним там по письмам. Он начал вымогать деньги? Ну, да. Как это было? Ну, вот так, что он ей там напишет. Столько-столько мне надо. И она дает ему так вот. А вы пытались ее отговорить от того, чтобы она... Да. Зачем заключенному деньги в тюрьме? Ведь он в тюрьме. Ну, если он играет там в азартные игры, а там, как правило, это, ну, создаются игры, чтобы развлечения... Максим, а разве можно играть в тюрьме в азартные игры? Ну, как бы это запрещено на самом деле, но заключенные как-то себя старают развеселить, да, и что-то заработать на чужом, когда-нибудь. Ну, они играют там в нарды играют, в карты играют, как бы это много... на деньги играют, на все играют. Вроде даже были ситуации, когда люди машины проигрывали, чтобы родители отдавали деньги. Хорошие девочки любят плохих мальчиков. И в какой-то степени где-то в подсознании те ребята, которые сидят для женщины, вызывают вот это вот ощущение. Ощущение страсти того, что они друг друга не видят, друг за друга переживают, вот он вот, возможно, сидит не по своей вине и так далее и тому подобное. Ну, и также срабатывает социальная ситуация, что у нас намного меньше мужчин, чем женщин. Ну, спасибо. А, Маша, вот давайте то, что сказала Вика, мы немножко резюмируем. Ваша подруга не могла найти парня здесь? Ну, свободного человека? То есть в этом реальном мире? Ну, могла, но уже он нашелся. Ну, это ее значит... Что толкнуло ее переписываться с заключенным? Одиночество? Что она вам сказала? Почему? Я даже не знаю. Ну, вряд ли одиночество. К большому сожалению, вот таких прекрасных пар, как вот сидит возле нас, да, их мало на самом деле. На самом деле, к сожалению, больше есть пар ребят, которые, грубо говоря, разводят девчонок. А девушки из-за одиночества попадают на деньги, так? Я думаю, так. Оформить отношения в тюрьме. Возможно ли это? Мы пообщались с экспертами. Это у нас применяется как мера поощрения для осужденных, трудоустроенных на производстве, добросовестно относящихся к труду, не нарушающих режим содержания. Для того, чтобы заключенному зарегистрировать брак, в законодательстве предусмотрена такая возможность. В первую очередь, нужно подать заявление в орган ЗАГС. Заявление может быть подано, если лицо не может явиться на подачу заявления. Заявление подается отдельными заявлениями. Один супруг приходит лично. А второе заявление должно быть удостоверено либо нотариально, подпись такого заявления, либо подпись осужденного на заявлении удостоверяет начальник учреждения, где данный заключен, отбывает наказание. Ну и обязательно, конечно, что соблюдается условие для вступления в брак. И у таких лиц должно отсутствовать препятствие к вступлению в брак. Закон предусматривает, что данная регистрация осуществляется выездная в местах, где отбывают осужденные наказания. А как же девушки распознать? Разворят ее или нет? Есть какие-то... Есть. Есть? Расскажите. Да, есть. Он очень быстро начинает говорить о любви. Он начинает придумывать абсолютно абсурдную историю того, что с ним произошло. Затем он начинает рассказывать абсолютно абсурдные истории, которые с ним там происходят, в связи с которыми ему вдруг по какой-то причине нужны деньги. Вдруг, где-то после двух недель обычного общения, начинается развод на деньги. Она обычно приходит к нему на первое короткое свидание в очень близкое время. Это короткое свидание возможно любому человеку. То есть на три часа, раз в четыре месяца, в разных тюрьмах по-разному, он приходит, она может попасть, абсолютно любой человек написать заявление и попасть на это короткое свидание. И это очень быстро все начинает происходить. Что он делает ей взамен? Она не слышала, может быть, в жизни этих никогда слов. И тут должен быть тревожный сигнал. Ага, возникли деньги сразу, значит, что-то должно возникнуть. Это тревожный сигнал. Когда это просто действительно какая-то, если для себя человек дорог, и ты сама добровольно его спрашиваешь о том, что, может, тебе нужно лекарство, потому что с медикаментами очень трудно в тюрьме, да? Может быть, я могу тебе что-то сделать, да? Помочь. Когда он сам начинает говорить, вот, нужна передачка, передачка на такую сумму, либо ты мне должна там то-то, либо мне должна это, ты едешь ко мне на длительную передачу. Это еще ничего не значит. Что там сейчас происходит у вашей подруги с этим человеком? Ну, он с ним общается здесь, он уже вышел здесь, общается еще с ним. И вы не верите в их будущее? Потому что все равно деньги? Ну, да, конечно. Давайте резюмируем то, что вы сказали. Тревожным должно быть что? Говорить люблю сразу же. Да. Преследовать своим вниманием. Да, именно преследовать. И через какое-то время начинаются денежные вопросы. Да. Вот эти три признака. Да. Ну что ж, я благодарю вас всех за ваше мнение, за вашу поддержку. Я надеюсь, что это повлияет и поможет очень многим людям, которые столкнулись с такой же ситуацией, как мы все здесь, в этой студии сегодня. Спасибо. На сегодня это все. Если и вы решили стать героем нашей программы, знакомы с необычным человеком, знаете интересные истории или вам нужна помощь, звоните к нам в редакцию по телефону 91 94 04 или пишите на наш электронный адрес канал 1 собакамail.ru. Это программа про город и здесь мы обсуждаем темы, интересные коренинградцам и жителям области. Меня зовут Мария Лукьянова. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова